Всем привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 3 ноября, и только что прошёл Хэллоуин, как вы знаете. И вот я вам показываю, насколько бывает интересно. Люди украшают свои домики, садики вот такими вот мордами, сделанными из тыкв. Хотя не очень часто можно встретить англичане в большинстве своём. Вообще этот праздник игнорируют, считают, что он американский. А это вот моя тыква, помните, показывала вам. Вот теперь она выглядит у меня вот так. И это не потому я рассказываю вам про Хэллоуин, что я его обожаю и праздную, а потому что это годовщина нашей свадьбы с Рентоном, моим британским мужем. Я вам рассказывала, наверное, и даже показывала, что мы в церкви венчались. Очень красивая торжественная церемония. И, кстати, в церкви мы венчались не потому, что мы верим в Бога, а потому что в церкви это происходит более торжественно, нежели в английском ЗАГСе. Церковь украшают красивыми гирляндами цветов, и вот, знаете, поют гимны там, и вообще атмосфера такая шикарная. И поэтому мы решили венчаться в церкви. И, кстати, в церкви точно так же выдаётся сертификат о браке. После венчания мы отпраздновали ещё в ресторане с гостями. Гостей было не так много всего, по-моему, 30 с чем-то человек. Но это, наверное, потому что, как вы понимаете, никто из моих родственников приехать не смог. Было очень сложно визу получить, затраты неоправданные, высокие. У моей дочки тогда был маленький ребёнок на руках. Немного жаль, конечно, было мне, что никто на мою свадьбу не смог приехать. Но жизнь, понимаете, получилась так. Ну вот, мой муж Рентон всё организовал сам, и он буквально всё расписал по минутам, когда подадут машину, куда как мы поедем, где кто торт привезёт. Даже торт вы видели, да, мы там разрезаем. Хотя тогда только Рентон настаивал на такой свадьбе. Ему очень хотелось, чтобы свадьба именно прошла вот так вот по-английски. И даже торжественно с тортом и разрезанием этого торта, как обычно бывает. Единственное, что я не бросала букет. Ну, наверное, потому что ловить особо было этот букет некому, скажу я вам. Потому что люди-то все были возраста моего мужа. Плюс 75, скажем так. Сейчас вот смотрю на эту фотографию, думаю, наверное, уже половины. И в живых-то нет через 14 лет. И вот, знаете, я вспомнила в связи с этим, что я вам о свадьбе нашей говорила много. И у меня есть несколько видео. Если кто хочет посмотреть поподробней, то видео эти вам всплывут. Или можете внизу посмотреть в описании. Я дам вам ссылочки. Так вот, о свадьбе я рассказывала, но я ведь не рассказала о том, как умер мой муж. И о том, как его похоронили, я тоже никогда вам не рассказывала. Ну и вот, может быть, если кому-то интересно, я хочу рассказать. Потому что именно 5 ноября, вот послезавтра будет этот день, когда умер мой муж Рентон. И как ни странно, 5 ноября это день Гая Фокса, который здесь очень обширно празднуется в Англии. Наверное, знаете, кто такой Гай Фокс, человек, который хотел взорвать парламент. Именно в ночь на 5 ноября 1605 года, во время тронной речи протестантского короля Якова I. Когда, кроме него, в здании палаты лордов должны были присутствовать члены обеих палат парламента и верховные представители судебной власти страны. Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. Однако один из его соучастников, один из его друзей предал его и предупредил королевского лорда. И так был пойман Гай Фокс и потом казнен очень страшной, мучительной казнью. Так вот, эту ночь Гая Фокса, 5 ноября, празднуют в Англии, сжигают чучело Гая Фокса, вот как у нас на Масленицу, да, сжигают чучело. И также стреляют петардами. А английские ребятишки накануне ходят по домам, стучатся в двери и выпрашивают монеты для прекрасного парня Гая Фокса. Кстати, почему они празднуют вообще эту ночь, которая названа именем преступника? Гай Фокс – это же национальный преступник, но тем не менее единственный праздник, который назван именем преступника Гая Фокса, вот уже несколько столетий празднуется и отмечается очень широко в Англии. И вы знаете, я опять подумала, как это всё интересно и связано, потому что, во-первых, наша свадьба на Хэллоуин, да, а потом смерть Рентона именно в ночь Гая Фокса – это какие-то такие вот опять мистические совпадения. И вот то, что никак не может разобраться английский народ, хорошим был парнем Гай Фокс или всё-таки он был преступником, точно так же и я не могу разобраться, каким парнем был мой муж Рентон. Ну, знаете, здесь о покойниках либо хорошо, либо ничего, поэтому я умолкаю, а вот именно расскажу всё-таки, как умер мой муж. Так вот, у Рентона случился инсульт очень сильный, как потом сказали врачи, потому что, несмотря на то, что очень быстро я его доставила в больницу, и в больнице там применяли к нему всякие разные процедуры, пытались его поднять как-то с кровати, ну, и ничем это хорошим не закончилось, и он спустя шесть с половиной месяцев скончался. Так вот, целый месяц он лежал сначала здесь на острове Уайт в Ньюпорте в госпитале, и я к нему каждый день ходила, пыталась его там кормить с ложечки, потому что сам он не ел, медсёстрам было некогда. Хотя, вы знаете, уход там за такими лежачими больными очень неплохой, и там санитары есть, которые помогают ухаживать за лежачими больными. Там также есть масса приспособлений всяких для того, чтобы можно было легко человека поднять, повернуть, поменять у него там бельё постельное, а также, может быть, пересадить его в кресло, каталку и отвезти куда-то на воздух подышать, посидеть на солнышке. Но в госпитале долго держать пациента не могут, и поэтому собирается специальная комиссия спустя месяц, и они решают, куда дальше вот этого вот пациента, тяжёлого, лежачего, куда его дальше направлять. И чаще всего, если пациент действительно тяжело болен, если он сам не может двигаться, ему нужна помощь, то чаще всего домой его не отдают семье на руки, а рекомендуют его отдать. Нарсингхом называется дом престарелых, но он с уклоном таким медицинским, где ухаживают очень хорошо за этими больными. И поэтому такие специализированные дома престарелых, они стоят очень дорого. Содержание там от 5000 фунтов в месяц и выше. Кстати, я не знаю, сколько сейчас стоят услуги этих домов престарелых, потому что, я говорю, это было давным-давно, 10 лет почти назад, а сейчас всё настолько подросло, что, скорее всего, что ещё выше эти услуги стали. Но даже тогда 5000, это были очень большие деньги, и не всякий мог себе позволить попасть вот в такой хороший дом престарелых. В Великобритании есть также и бесплатные дома престарелых, но, во-первых, там очереди, говорят, нужно ждать годами, чтобы туда попасть. А во-вторых, там, конечно, совсем другое обслуживание, совсем другой уход, другое питание и другое отношение, как вы прекрасно понимаете. И на острове Уайт, по-моему, только один такой бесплатный дом престарелых, и там что-то на десятилетия уже очередь, а остальные все платные. Так вот, когда пришло время куда-то Рентона переводить, я, в принципе, даже согласилась, чтобы его взять домой, потому что он очень хотел домой. Его единственная мечта была вернуться домой, в своё бангало. Он всё время говорил, что я хочу только туда. Но вот оказалось, что здесь решают именно вот эта комиссия медицинская, и они сказали, что дома вы за ним ухаживать не сможете. Мы вам присылать помощников, санитаров и медсестёр не сможем постоянно, каждый день. Поэтому, пожалуйста, только вот в дом престарелых со специальным уклоном его мы рекомендуем отправить. Так вот, я помню, многие у меня спрашивали, почему я мужа не забрала из больницы домой, как так можно. Вот я вам и объясняю, что здесь, в этой стране, совершенно другие законы, и здесь вы сами не имеете права забрать тяжёлого больного. Куда вам вздумается здесь, это считается нарушением закона, и никто такого не позволит. Короче говоря, Рентона предложили отправить в Нарсингхом с хорошим медицинским обслуживанием. И Рентон бы, наверное, так и сделал, если бы позволили решать ему, то он бы остался на острове Вайт, поближе к дому, и в хорошем вот таком вот доме престарелых он бы и устроился. Но так как решала его семья, а именно, вот показываю его дочка с мужем и его невестка слева, вот они и решали. И они решили, что лучше они найдут подешевле для него дом престарелых, а подешевле это значит не на острове Вайт, а туда, поближе к тому месту, где они живут. А они жили в Натингеме, и вот они его решили с острова Вайт перевезти в Натингем. Так вот они его, такого тяжелого, лежачего, больного, 300 километров, перевозили целые сутки. Им, правда, дали даже там помощь опять двух санитаров, дали инвалидное кресло для перевоза и специальную оборудованную машину. За все это они, конечно же, заплатили, но тем не менее. Вот они Рентона и перевезли туда, в Натингем, поближе к себе. И оказалось, что дом престарелых они выбрали самый дешевый. Я уж не знаю, сколько они там платили в месяц за пребывание. Но началось то, что постоянно мне звонил Рентон и говорил, забери меня, пожалуйста, домой. Забери меня отсюда. Мне здесь очень-очень плохо. Меня не вывозят гулять, когда я прошу. Меня никто не кормит, сам я кушать не могу. Здесь нет тех упражнений, которые мне назначили, когда я был в больнице на острове Вайт. В общем, он мне звонил буквально каждую неделю. И где-то по 20 минут он разговаривал очень плохо. Понимать его было очень трудно. Но, вы знаете, я, конечно, попыталась что-то предпринять. После его такого первого звонка я вообще была в шоке. Я сразу стала звонить его адвокату. У Рентона был семейный адвокат, который помогал ему составлять завещание. И который, в общем-то, помогал советами в случае чего. И вот я позвонила этой женщине. Она выслушала меня молча. Ничего не сказала. Сказала, что вообще-то это вы должны разговаривать с его дочкой, потому что она распорядитель завещания. А вы здесь, без ее на то разрешения, ничего сделать уже не сможете. Я попыталась созвониться с Джудит, но ничего не получилось. Она была очень занята. И все время отвечал ее муж, что ей некогда. И, скорее всего, что ей это очень не понравилось, что я сообщила адвокату вот такие вот подробности, что Рентон хочет домой вернуться. И она там, наверное, весь медицинский персонал предупредила. Звонки от моего мужа прекратились. И также, когда я пыталась дозвониться там, медсестра всегда отвечала, что он или спит, или занят. То есть она ему трубку не передавала. Ну и потом, 5 ноября, мне позвонила его дочка и сказала, что вот сегодня умер папа. И я говорю, как с похоронами, нужна ли помощь, как что. Она сказала, что мы все сами организуем и дадим тебе знать, когда будет фьюнерал, то есть вот именно похороны. На то мы порешили. Ну и опять же, я рассказывала вам, но еще раз повторю, что здесь похороны, они не так, как у нас через 3 дня после смерти, а целый месяц иногда проходит, иногда больше. Потому что огромные очереди на кремацию. В основном сейчас всех умерших кремируют. 99% мало кого захоранивают, а только кремируют. Ну и опять же, очередь. Везде очередь, Боже. И при жизни очередь, и после смерти очередь. И когда мы разговаривали с Джудит, она сказала, что примерно это будет в начале декабря, что она даст мне обязательно знать. И вот вы знаете, у меня какое-то такое чувство, появилось волнение 27 ноября. Я что-то стала волноваться, что-то как-то мне не по себе. И всю ночь мне Рентон снился. Как-то очень плохо все грозило мне пальцем. Что-то такое, ссорились мы. И я утром думаю, позвоню я Джудит, что там и как с похоронами. И вы знаете, я ей звоню 28 числа. Она мне говорит, так ведь вчера были похороны, вчера было прощание, фьюнерал. Я говорю, как же так, Джудит, почему ты мне не сказала? Мы же договаривались, я же хотела приехать. Она говорит, ну мы подумали, здесь только была вся наша семья, а ты чужой посторонний человек, и мы решили тебе не сообщать. А также еще и Рентон перед смертью, он тебя почти не вспоминал. Вообще, вы знаете, во-первых, я не ожидала такого, как бы там ни было, но все равно мы какие-то отношения поддерживали все-таки с ней. Ну и, знаете, единственное, что я могла здесь сказать, я говорю, мне кажется, что твой отец, он бы тебя не поддержал в твоем решении, так нельзя. Я даже поначалу расстроилась очень, всплакнула, а потом подумала, может быть, оно что не делается, все к лучшему. Ну, действительно, зачем бы я туда поехала? Во-первых, далеко, хлопотно. А во-вторых, все равно гроб там закрыт обычно на английских похоронах. И что-то сказать мне бы не дали там, мне так кажется. Ну а видеть всех остальных тоже совершенно ни к чему. И я, в общем-то, немного успокоилась, но дело этим не закончилось. На следующий год, летом, в июне месяце, звонит мне опять Джудит и говорит, слушай, Галина, ты ведь хотела с Рентоном проститься, ты вот расстраивалась, что мы тебя не пригласили и не сообщили о фьюнерал прощании. Так вот, сейчас мы едем на остров, везём урну с прахом Рентона. Он просил, чтобы его пепел был развеян над островом и над проливом Соланд. Так вот, если хочешь, то подъезжай, подходи, и вот мы будем развеивать прах. Мы там пригласили ещё каких-то его друзей, которые на острове остались и тоже не смогли приехать на похороны. И вот будет у нас такое мероприятие. И вы знаете, я подумала и отказалась присутствовать на том мероприятии. И мне кажется, что я отказалась правильно. А вот то, что я не смогла проститься с мужем на похоронах, не побывав, вот это, мне кажется, очень неправильно. Но это не моя вина и не моё решение. Да, вот такой мрачноватенький рассказ у меня сегодня отнюдь не позитивный. Но, друзья, что есть, то есть. Это жизнь. Бывают тёмные полосы, а бывают светлые. А мне просто вспомнилось, взгрустнулось немножко. Ну и я решила с вами, друзья, поделиться. Извините, если что не так. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok